Я послушал релиз Славы КПСС Бутербродский, как только он вышел. Я просто был в шоке и невероятно в восторге от того, насколько это охуенный релиз, насколько много в нем содержится, и насколько печально, что Слава КПСС не может его достаточно достойно представить. Но тогда я еще не был готов сформулировать как-то свои мысли, и в принципе, ну, было бы как-то убого, если бы я выпустил ролик прямо сразу, это выглядело бы как просто желание сыграть и собрать просмотров на теме, а я один хуй этих просмотров не собираю, так что я не видел смысла выпускать его тогда, но сейчас я созрел. Здрасте, вы на канале Сейна, сегодня опять говорим про Славу КПСС и про его уже не очень новый релиз. В действительности, все остальные новые релизы Славы КПСС после этого EP, они не заслуживают такого внимания. Единственный замечательный трек «Что же будет?», а во всем остальном это просто такие полушуточные вещи. Ха-ха-ха, наш Славка такой ироничный, ха-ха-ха, он против всех, ха-ха-ха. Я, честно говоря, уже заебался с этим. Если вначале весь этот рэп постмодерна обещал чего-то, то потом оказалось, что ничего, кроме бесконечного стёба и бесконечного переповторения, пережёвывания уже существующих вещей там не содержится. Очень жаль, но это печальная данность. Слава КПСС бесконечно иронизирует, шутит, иронизирует, шутит, иронизирует, шутит, и постепенно эта телега начинает заебывать. Не знаю, как вас, меня, по крайней мере, так. То, что я сегодня для этого ролика перепрослушал все вот эти вот релизы, мне совершенно ничего не дало. Как я до этого думал, что Слава КПСС ничего стоящего после «Бутербродского» не выпустил, так я и думаю до сих пор. Но! Сам релиз просто потрясающий, и это даже не столько музыкальный, сколько поэтический релиз. Он, можно даже сказать, антимузыкальный. Там биты, они нужны скорее для того, чтобы не вызвать отношения у публики, чтобы слушатели Славы КПСС не думали, типа, «О, чё это, блядь, такое, какие-то стихи сопливые», а подумали, что это рэпчик. Ну, просто странно, это же Слава КПСС. А в действительности там совершенно потрясающая лирика. Мы еще в этом ролике разберем конкретно лирику, но, в общем, это очень клевый релиз, который вам нужно послушать абсолютно точно, особенно если вы слушали КПСС до этого. Но из-за того, кто КПСС такой, это останется смешанным в единую массу с огромным количеством полусерьезного, полуироничного говнеца, который он выпускает каждый день по 200 штук. К сожалению, артист, который содержит в себе очень большой потенциал, вынужден быть заложником, собственно, неуверенности, из-за которой он вот бесконечно в этой вот иронии, это вот всё у него такое ха-ха-ха, я над вами насмехаюсь, все треки у него сделаны на отъебись, обложки, блядь, как будто сделаны в приложении на телефоне. Да-да-да, ха-ха-ха. Я понимаю, что это стиль, я понимаю, что это рэп постмодерна, но, по-моему, это абсолютно тупиковый путь. По-моему, в любом стиле можно развиваться, и конкретно вот в этой теме Слава КПССа я вижу только тупик. Я вижу, что как артист он скорее стагнирует, не знает, что он может сделать действительно стоящего, а когда он выпускает стоящий релиз, его никто не воспринимает достаточно серьёзно, потому что он вот такой вот весь ироничный, и потому что не может Слава КПСС взять и сказать, что, ребята, я, блядь, этот EP, вот эти вот там пять песен, я выстрадовал полгода. Это и есть мой внутренний мир. Это то, над чем я долго страдал, пытался заценить и мой альбом. Нет, Слава КПСС может сказать разве что, а, да я эту хуйню полгода назад на отъебись выпустил, и всё. Хотя на самом деле этот релиз содержит гораздо больше. Стоит пробежаться конкретно по трекам. Настроение EP трагично-депрессивное. И это, знаете, вот в этом проявляется крутость автора и вообще содержательность лирики. То есть, понимаете, какое-нибудь такое вот размазать говно по дереву в духе «Я страдаю в своих мытарствах, я любил её, она не любила меня» может каждая собака. У Славы КПСС это, не знаете, не тоска в общем смысле, и не плач по тёлке. Это именно то самое состояние, когда ты остался с самим собой наедине, всё было в общем-то нормально, ночь, квартира, и в какой-то момент ты такой «Блядь, это всё нахуй не имеет смысла. Я, блядь, сдохну в этой клоаке никем». И вот это вот состояние, которое нагнеталось и в итоге захватило тебя, это и есть EP Бутербродский. И понимаете, я говорю об этом, а потом говорю EP Бутербродский. Как будто это бесконечное количество вставления палок в колёса стоящему релизу. Как будто нечто хорошее, чтобы оно стало продуктом Славы КПСС, его нужно обмазать говном. И продолжая про этот EP, начинается он с песни «Пачка косяков». Я не знаю, может я болен, но у меня даже когда кто-то делает отсылку на лизера, я начинаю, блядь, трястись от гнева просто. Но это не суть. Там лизеровский припев и охуенные куплеты. В этот момент ты как бы понимаешь, что на тебя начинает нахлёстывать вот это состояние, но ты пока такой как бы на чиле, да да, всё окей, просто, знаете, заебался немного. Трек «Занозы» — это уже начало серьёзной поэтической исповеди. Весь альбом — это исповедь, но здесь начинается её откровенная часть. настоящее мироощущение, когда ты находишься в вот этой вот яме, которую сам себе вырвал. «Человек без кожи» — это уже истеричный крик. Это пик истерики. И как раз-таки вот оно и называется «Человек без кожи», трек абсолютно об этом. И это вот действительно боль, когда ты ощущаешь себя абсолютно незащищённым, и всё происходящее, оно пронзает тебя, как будто вот режет по-живому, как и сам трек. Не всё живо. Потихоньку ты начинаешь рационализировать собственную истерику, приходить к тому, что, зачем, как ты жил с этим до этого, и как ты можешь разрулить-то конкретно в данный момент. И вообще находишься в таком поиске поводов продолжать жить. И последний трек «Больше не» — это КПСС в этот момент, ну и вместе с слушателем, находит поводы, зачем всё-таки продолжать жить. Потрясающий, опять же, релиз, и опять же, его необходимо было обмазать говном. И во всех этих треках по-настоящему взрослая лирика, по-настоящему взрослая поэзия. Можно называть это и просто, что Слава КПСС — взрослый автор, но в данном случае поэзия, слово, оно напрашивается само собой. Что я под этим подразумеваю? Если вы никогда до этого не пробовали писать стихи, ну или, по крайней мере, не пробовали как-то целенаправленно, и попробуете прямо сейчас, то, скорее всего, у вас начнёт вырываться какой-то вот такой старый стиль в духе «Я пребываю в волнах страданий, мой жизненный путь так извилист и странен». Вот что-то вот такое начнёт вырываться, потому что для большинства людей поэзия — это вот Пушкин, Лермонтов, и примерно вот то время, так как стихи именно этого времени им преподавали в школе, и они привыкли, что поэзия — это вот это. Хотя, если вы попробуете почитать каких-нибудь современных авторов, не сказать, что я большой эксперт в современной поэзии, но могу вас направить, допустим, к тому же Башлачёву или Сваровскому, залетите в мой паблик ВКонтакте «Уголок мразмов Сейна», там я вместе с этим роликом опубликую несколько стихов и примеров того вообще, о чём я говорю. Да даже если взяться за того же Маяковского, и вы никогда Маяковского не читали и впервые возьмётесь за это, вам первое время будет даже сложно это прочесть, именно вот встроиться в ритм стихотворения, потому что это совершенно другой взгляд на стихосложение. И я думаю, многие озвучивали связь между рэперами и поэтами, и некоторые рэперы в некотором смысле являются продолжением поэтов. То есть нет такого, что вот есть русская поэзия и прямым её продолжением является рэп. Нет, просто некоторые авторы русского рэпа действительно заслуживают того, чтобы вставать в один эшелон с классическими русскими авторами. Не потому что я так решил, а потому что они точно оставят наследие. То есть, например, какая-нибудь рифмовка, манера рифмовки слова СПБ или, допустим, манера рифмовки Оксимирона, все эти манеры, они в итоге будут находить своё отражение в новых и новых авторах, просто потому что уже оказали влияние. Подробнее про это можно узнать в ролике, который вот сейчас подсказкой всплыл. И слава КПСС — это ровно современная поэзия. Точечная, искренняя, при этом, которая абсолютно избегает штампов, как будто ей это не сложно, как будто она настолько естественна и самобытна, что ей не трудно быть необычной. Это и есть, возможно, настоящая естественность. Как когда ты видишь какое-то природное явление, которого никогда до этого не видел, и ты абсолютно заворожён этим. И также с этим релизом КПСС. Это отчаяние. Этот просто человеческий внутренний перелом, он там настолько явен, оголён, что его хочется изучать, какой-то научный объект, хочется переслушивать и переслушивать это, как минимум потому что я вот нахожу в себе отражение того, что слышу. И я думаю, многие также найдут. Злая ирония здесь состоит в том, что, возможно, к написанию настолько сильного, но при этом безумно тяжёлого морального релиза, КПСС подвела именно как раз-таки его позиция. Всё это время он оставался таким шутливым в абсолютно любых ситуациях и Стебал Мирона за то, что очень много стад звучат как твиттер районной давалки, но дело в том, что на самом деле каждый автор в этом нуждается. Когда ты пишешь и когда ты именно исповедуешься, а это неизбежно происходит в твоём творчестве, в каком-то роде ты всегда исповедуешься, когда производишь продукт, невозможно избежать этого твиттера районной давалки, потому что так или иначе все наши чувства под какой-то стереотип попадут. И вот в этом и состоит беда, что если завтра Мирон выпустит супероткровенный альбом, то все это оценят и примут по достоинству. Если даже Смоки Мо выпустит супероткровенный альбом, то это тоже оценят. А Слава КПСС выпустил его. Это совершенно шедевральная вещь, но при этом для всех это очередной релиз того чувака, который там фитует с Микси, надо всеми издевается, тусит с Фалином. И всё. И ничего больше. И мне чудовищное количество раз написали по поводу этого релиза. Типа, что ты думаешь, Сейн? Что вообще как? И это происходит ровно потому, что люди не понимают, что это вообще такое. Если в случае с Нойзом, который выпустил там этот клипка юбилею Егора Летова, как и, кстати, группа Палков, посмотрите реанимацию, если ещё не видели, охуенный ролик. Да, когда Нойз это выпустил, ко мне было гораздо меньше вопросов, потому что там было понятно, что есть некоторые символы и знаки, которые нужно расшифровать, но это всё, во-первых, более-менее гуглилось, во-вторых, знак и символ, он вот так вот совался людям. Я вряд ли буду делать ролик про эти продукты Нойза, может быть, про следующие. Но вот конкретно в клипе на юбилее Егора Летова мне очень не нравится эта манера, когда что-то, создаётся какая-то метафора или какой-то символ, и этот символ прям пихают в ебало зрителю. Вот посмотрите, у нас символизм, вот тут он скрытый смысл, он вот витает. Вы не пропустили скрытый смысл? Вам нужно его разгадать. Ну вот он прям тут, внимание, скрытый смысл. По-моему, это обесценивает сам смысл, который ты в это вкладываешь, но это не суть. Суть в том, что даже тогда, когда, возможно, людям было менее понятно непосредственно то, про что релиз, люди задавали меньше вопросов, потому что в случае с КПСС вообще не ясно, что это за хуйня. Он издевается, шутит, он кого-то троллит этим самым, или делает какую-то отсылку какому-то древнему советскому автору, которого, блядь, никто не знает. Тем самым не хочу проявить какое-то неуважение к советским авторам, а хочу проявить негодование к КПССу. То, что он сейчас... Я не могу сказать, на какой стадии творчества прямо сейчас он находится. Непонятно, завтра он выпустит очередной стёп, или на этот раз уйдёт в нечто более серьёзное, или уйдёт в ещё больше стёп, изображая серьёзность, тем самым кого-то подъебёт, а потом там где-то появится, что-то опять сделает такой экстравагантный, и все такие «Ой, какой он, блядь, сумасшедший, этот КПСС!» Но когда подобным образом живёт Фейс, это одно. У него больше-то и нет, нихуя. Одно дело, когда ты можешь только ипотировать, а другое дело, когда ты многое в себе содержишь. И после этого релиза, да и даже после «Солнца мёртвых», было очевидно, что КПСС содержит. Но только, к сожалению, позиция, которую он занял, это кокон из иронии, который позволяет ему защититься от нападок извне, да, который позволяет ему оправдать собственные ошибки и местами неготовность принять те или иные медийные сюрпризы, которые преподносит ему его творческая судьба. Но при этом этот кокон также не даёт воспринимать его серьёзно. Быть исполнителем это бремя, которое не каждый может вынести. И, на мой взгляд, КПСС мог бы, но, к сожалению, не выносит. Это видно, как и если рассматривать его релизы в общем, как мы сейчас, так и если просто зайти на его страницу в Apple Music. Вы посмотрите. Во-первых, это в принципе выглядит, блядь, жалко. Ха-ха-ха, да, тупая фотка, как смешно, говнище. И ровно так же, вот вы видите просто ряд с обложками славы КПСС и ряд с обложками его фитов, где обложки делали другие исполнители. Разница просто налицо. И так же во всем остальном творчестве. Черт подери, самая ужасная часть творчества славы КПСС это то, что его выпускает, блядь, слава КПСС. Долго думал, как закончить этот ролик. Знаете, заканчивать на том, что все плохо, как-то неправильно, да и вообще не хочется. А ничего хорошего, да слава КПСС, ну или судьба, как хотите, нам не подкинула. Поэтому остается только сказать, ну хорошо, что хоть живой. Дело в том, что пока слава КПСС жив и вроде как даже не собирается помирать, и даже стал вегетарианцем, у нас все шансы увидеть Бутербродский 2 или какой-то другой новый релиз, который будет настолько же искренний и настолько же стоящим, как и Бутербродский, потому что слава КПСС точно может. И мы уже знаем, где ждать этот хороший релиз. Другое дело, что все остальные не знают, и что в итоге лучшее, на что стоит рассчитывать, это что какой-то такой же блогер только лет через 20 возьмет и откроет своим зрителям, будущим, которые еще не родились, что вот был такой замечательный слава КПСС, и писал он такие замечательные релизы. И воспринимало их тогда полтора человека, самых трушных задрота, которые были подписаны насеяно на его паблик для патреонщиков, на его паблик ВК, на его инстаграм, и все прочее. А все остальные думали, что слава КПСС какой-то тролль, который Оксимиронов победил, и больше ничего. Нам остается только ждать лучшего, чувствовать себя избранными, заходить на камерный канал, смотреть интервью с молодыми актерами, подписываться опять же на мой паблик ВК, на все мои соцсеточки, а главное знать, где кнопка подписки.